В школе прозвенел звонок. В новом учебном году учительница литературы начала свой первый урок чтения по учительной истории. Морской лайнер потерпел кораблекрушение, начала она свой рассказ. Одна супружеская пара, борясь с волнами, сумела добраться до спасательной шлюпки, но к их глубокому сожалению там было только одно место. Вместо того, чтобы жене помочь забраться в лодку, муж занял единственное спасательное место сам, оставив ее погибать посреди океана. Перед тем, как уйти под воду, жена прокричала ему свое последнее в жизни слово, свою фразу. Тут рассказ учительницы прервался. Как вы думаете, спросила она сидящей перед собой класс, «Что это была за фраза?» Большинство учеников тут же немедленно высказались. «Я тебя ненавижу!» или «Как же я была слепа!» И все в таком духе. Весь класс на перегонки соревновался в высказываниях. Но один мальчик сидел все это время и молчал. «А ты как считаешь?» Спросила учительница, подойдя к этому мальчику. «Я думаю, что она сказала, позаботься о нашем ребенке». «Ты знаешь эту историю?» Отвернулась учительница. «Нет, просто то же самое сказала моя мама перед смертью моему отцу». С грустью ответил этот парнишка. Учительница отвернулась, надеясь, что никто не заметил, как на ее глазах накатились слезы. «Верно!» Ответила она. И так судно пошло ко дну. Мужчина добрался домой и в одиночку воспитал дочь. Через много лет, когда отца уже не стало, разбирая его вещи, дочь нашла дневник отца, в котором прочитала следующее. Когда мы поехали в путешествие, у жены уже был страшный диагноз. Жить оставалось ей совсем недолго. Счет шел на дни. Боже, как бы я хотел утонуть вместо нее. Но ради блага дочери я не смог. Я мог только оставить ее посреди океана. Класс молчал. По детским глазам было видно, что их глубоко тронула эта история. И что сегодня они впервые поняли, что первое впечатление может быть обманчиво. Вот почему, дорогой друг, никогда не делай выводов о человеке, пока не узнаешь истинные причины его поступков. Никогда не стоит судить о людях и их поступках поверхностно. Ведь мы много, можем о них и не знать. Не зря в Слове Божьем сказано, не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какую меру мерите, такую и вам будут мерить.